МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Телерадиовещание и телефонную компанию Сарова объединят до конца года. Вопрос обсудили депутаты на очередном заседании Домского комитета. Бережно хранить память о подвиге советского народа. Саровская общественная организация «Дети войны» презентовала очередной сборник воспоминаний. Лермонтов вслух. Саровчане приняли участие в чемпионате по чтению. Далее расскажем обо всем подробно. Предприниматели города продолжают получать поддержку. Им предоставляют субсидии на возмещение понесенных затрат от участия в торгово-экономических выставках. Кроме того, субсидии распространяются на оплату образования работников и приобретение оборудования для модернизации производства. Объем поддержки предпринимателей – 19 миллионов рублей. Чтобы получить поддержку, в организации должно быть повышено требование к уровню оплаты труда – полтора мрот. Помимо поддержки бизнеса, на очередном Думском комитете депутаты обсудили объединение ТРВ и телефонной компании Сарова. 100% акций телерадиовещания будут внесены в уставной капитал ТКС. Приватизация МУП ТРВ была осуществлена в рамках дальнейших планов по объединению телефонной компании Сарова и телерадиовещания для оптимизации схожих видов деятельности. Почему мы вышли с такими предложениями? С 1 января 2025 года вступает в силу изменения в налоговом законодательстве. По прогнозам, как в случае объединения, так и при раздельном существовании обе компании понесут убытки. Изменения в налоговом законодательстве формируют бюджетную дыру. Чтобы ее закрыть, руководству пришлось бы пойти на непопулярные шаги в виде увеличения абонентской платы или сокращения штата сотрудников. Поэтому было решено объединить предприятие в виде холдинга. По прогнозам, это должно принести положительный финансовый результат. Подготовка компании к объединению велась на протяжении трех лет. ТРВ за мной по себе не является субъектной организацией в этой части, поскольку все сервисные и поддерживающие функции, они уже находятся в объединенном контуре. У нас общие технические службы, у нас общий бэк-офис бухгалтерии юриста, у нас геми-абонентский отдел, который принимает обращение по вселенным вопросам, связанным с деятельностью обе организации. То есть фактически мы всю подготовительную работу на сегодняшнем, на текущем этапе завершили. ТРВ станет дочерней компанией ТКС. Большинство сотрудников ТРВ уже перешло в ТКС. Чтобы поддерживать деятельность ТРВ, люди из ТКС работают по договорам. Это создает дополнительный денежный поток, который облагается налогом. Объединение компаний призвано решить и эту проблему. Оба предприятия останутся акционерными обществами. Управление ТКС останется в руках муниципалитета. Проект решения вынесен на заседание Думы. Также на комитете депутатам представили комплексную программу развития социальной инфраструктуры Сарова по 10 направлениям. Речь как о классической социальной инфраструктуре, так и об объектах, которые договорились считать социальными. В том смысле, что это инфраструктуры для жизни. Без хороших дорог и коммунальных услуг, достаточного достойного качества, невозможно по себе представить, скажем так, качественный рывок в жизни города. Создание условий, которые бы привлекли сюда ту молодую категорию, на которую мы сегодня рассчитываем. За следующие 10 лет в городе предполагается создать 8700 новых рабочих мест. В программу входят также планы по развитию образования и здравоохранения, проект по расчистке русел рек Сатис и Саровка, создание экотропы и многое другое. Как церковь относится к научным открытиям и изменениям в обществе? Есть ли противоречия между наукой и религией? Как справляться с духовными кризисами и сомнениями? Какова роль церкви в современном мире? На эти и многие другие вопросы студентов с РФТИ отвечал священник Александр Брюховец. Студенческий фестиваль «Ядерные университеты. Духовное наследие Сарова» в четвертый раз прошел в стенах Духовно-научного центра Свято-Успенского мужского монастыря. В этом году фестиваль собрал 150 студентов второго курса с РФТИ Нияумифи. На данной конференции мы хотим задать вопрос, который интересует, я бы сказал, большую часть православного населения России, особенно которая занимается наукой, в том числе многих физиков, математиков. Почему? Согласно православным догматам, Бог триедин, но Святой Дух исходит лишь от Бога Отца, а не исходит от Бога Сына. Вроде бы кажется, что вопрос достаточно узкий догматический. Но ведь для нас, как для студентов физтеха, для будущих ученых, очень важно понимание полной картины. Понимание данного вопроса является основополагающим в понимании всей вообще сути построения физических и математических теорий, также и понимание православной жизни, православного догматического строения. Студенческий фестиваль проходит в рамках саровских чтений «Православное лето», которые организуются в 20-й раз кафедрой теологии СРФТИ, Свято-Успенским монастырем, Саровским благочинием, администрацией города, в рамках муниципальной программы «Саров благословенный». Перед участниками выступил Иван Ситников. Он рассказал о своем многолетнем проекте на канале 16 «Исторические очерки» и показал два фильма. «Дорогами предков». Нас ждет круглый юбилей, 80 лет со дня Великой Победы. У меня еще порядка 10 телевочерков о наших земляках, героях Советского Союза, о неизвестных страницах в их биографии. Я не стал брать, например, известных героев, героев соцтруда Музрукова, Сосина, а вот от других, которые жили рядышком, ну, например, в том же дереве, в маленькой деревеньке, три героя Советского Союза. Это очень и очень увлекательно и интересно. После беседы со священником участники конференции увидели спектакль-концерт «Памятник живым» православного творческого объединения «Мир». Все студенты после мероприятия получили небольшие подарки, а также могли взять книги на стойке регистрации. Всероссийская онлайн-конференция, 80-летие Великой Победы, память и духовный опыт поколений – еще одно событие в рамках чтений. Конференция собрала участников со всей страны – преподавателей, библиотекарей, студентов, музейных работников. Подключится традиционно Московский университет Москва и филиал Московского университета в Севастополе. Коллеги из Севастополя, из Курска обещают подключиться. Традиционно у нас участвует Оренбург, Оренбургский государственный институт искусств и Оренбургская духовная семинария. Подключится Нижегородская духовная семинария. И, конечно, подключатся отделы религиозного образования и катехизации Нижегородской епархии и Городецкой епархии. Одна из секций конференции переместилась в Саровскую православную гимназию. Там преподаватели обсудят вопросы духовно-нравственного воспитания молодого поколения. По результатам конференции будут публикации. Всего в саровских чтениях участвует около 250 человек. Анастасия Мишина – человек с активной жизненной позицией. Она любит саров и энергичных людей, которые живут и творят в городе. Ей интересно взаимодействовать с горожанами в рамках различных проектов. Анастасия принимала участие в организации ежегодного командообразующего мероприятия для молодых сотрудников РФИА Цвнеев. В его рамках проводился квест «Саровский атомный проект». Также девушка помогает в проведении интеллектуально-развлекательной игры «Атомквиз» – ежесезонных кубков КВН с участием иногородних команд. А совсем недавно на форуме «Метеор» она выиграла грант в размере 700 тысяч рублей с проектом «Атомный КВН. Творчество и культура в закрытых городах». Он призван объединить десятку атомных городов посредством игры. Планируется, что проект будет реализован в апреле следующего года. И вот живя и крутясь вот в этом всем, я наткнулась на конкурс «Новые Созидатели» и решила, ну почему нет? Вот. И сейчас я вижу, сколько людей меня поддерживает, и я понимаю, что даже если я этот конкурс не выиграю, то уже все не зря. Ну, потому что люди не безразличны. В «Атомквизах» участники проверяют свои знания в ядерной физике. Мероприятие организует РФИАЦ в НЕФ, а Анастасия – часть команды организаторов. Цель мероприятия – помочь молодым людям, которые устроились на работу в НЕФ, адаптироваться и влиться в новый коллектив. Сотрудники участвуют в различных квестах и интеллектуально-развлекательных играх. То есть достаточно такое интересное мероприятие, после которого люди уезжают вот с такими горящими глазами, и каждый год возьмите нас тоже, мы хотим поехать, а как бы вот все, нельзя один раз. Потому что следующий год снова для вновь поступивших на работу молодых людей организовывается. Мероприятие проводится на базе отдыха имени Гайдара. А в детском лагере «Березка» молодежный центр проводит слеты молодых семей до 35 лет. Анастасия входит в команду организаторов. Молодых пап и мам также ждут различные развлекательные мероприятия, квесты, игры и квизы. Для Анастасии участие в конкурсе «Новые Созидатели» не только вызов, но и возможность рассказать о своих делах, вовлечь в активную творческую жизнь других саровчан. Поддерживают люди, от которых этой поддержки я, наверное, даже не ожидала. Те люди, с которыми мы давно потеряли все связи и контакты, и они за меня голосуют, поддерживают меня своими голосами. Это, безусловно, очень ценно. В этой премии также принимают участие много достойных ребят, очень много творческих, достойных людей. И голосовать можно как за одного соискателя премии, так и за нескольких. Голосование проводится до 23 октября в специальном телеграм-боте. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Мы – граждане России. Саровское отделение «Движение первых» присоединилось к всероссийской программе. Юноши и девушки, которым исполнилось 14 лет, в торжественной обстановке в Доме учителя получили свой первый документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Теперь ребята вместе с паспортом получили новые права и обязанности. Для них открыты новые возможности. Получение паспорта символизирует вступление подростков в новый этап жизни. Для меня это очень важный день. Для меня открыты новые двери, большие возможности. Стало больше уверенности и больше ответственности. Для меня это очень важный этап, очень ответственный день, выдача паспорта. Для меня открыты новые пути, новые двери, возможность работать, много разных привилегий и также ответственность перед законом. Устроиться на работу, стать самозанятым или предпринимателем, распоряжаться своим заработком, участвовать в молодежных общественных объединениях и профсоюзах, а также нести уголовную ответственность за тяжкие преступления. Подросток теперь должен быть более внимательным и ответственным в своих решениях и поступках. О том, что дает паспорт, школьникам рассказал начальник МУМВД России по ЗАТО город Саров Андрей Чернышев. Дела и детские шалости, которые были раньше, они вот с вашего сейчас возраста могут уже стать настоящим преступлением, потому что по многим тяжким составам преступления уголовная ответственность Российской Федерации наступает в 14-летний возраст. Это убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи, разбои и еще много-много других составов, которые ответственность наступает в 14 лет. Так что, уважаемые друзья, надо все свои поступки осмысливать и только потом совершать. Свой первый документ ребята получили из рук Андрея Чернышева. Церемония вручения паспортов в рамках программы «Мы граждане России» будет проходить в Сарове ежемесячно. У войны нет возраста. Так называется пятая книга сборника воспоминаний детей Великой Отечественной войны. Книгу готовили к изданию три года. Сборник выпускает Саровская городская общественная организация «Дети войны». В стенах библиотеки имени Маяковского собрались авторы статей, вошедших в издание. Им торжественно вручили экземпляры новой книги. В планах организации выпустить и шестую книгу. Будем собирать материалы. У нас уже два или три материала есть для шестой книги. Но мы уже в таком возрасте, что может быть уже и силенок не хватит. Но будем стараться. Если люди хотят, мы предложили продолжать писать к нам материалы, готовить и уже есть желающие. Великая Отечественная война – одновременно и героическая, и трагическая страница нашей истории. Не все дети пережили те суровые годы. И для тех, кому не довелось поучаствовать в боях той войны, выживание – уже победа. Авторы написали о своем военном детстве. Холод, голод, безотцовщина. Вот что характерно для поколения, лучшие годы которого прошли во время мировой войны. В книге собраны воспоминания узников концлагерей, жертв блокады Ленинграда. В этом году Саровская организация Детей войны отметила юбилей – 10 лет. Собравшихся поздравил председатель Совета ветеранов Саровской воинской части Виктор Сазонов. Он также поблагодарил Детей войны за активную волонтерскую позицию в сборе гуманитарной помощи и обещал передать напутственные слова саровским бойцам, отправляющимся в зону СВО. Благополучного возвращения вашей семьи к своим родителям, своим женам, детям, ну и, конечно, своей коллективе. Поэтому я передам и от вас сегодня, чтобы наше пожелание им успешно выполнить задачу, с победой вернуться, но главное, чтобы они были живы и здоровы. Сегодня в нашем городе 3700 детей войны. С каждым годом их число уменьшается. А живых участников боев и того меньше. Всего 6 человек. Большинство из них лежачие. О важности сохранения воспоминаний в этот вечер не раз говорили как организаторы, так и гости встречи. Пожалел, когда живых было старшее поколение, скрупулезно не расспросил их об этом, об этом, об этом. Понимаете, многие воспоминания, идеи, мысли, они уходят вместе с людьми. И уже поздно потом это дело делать. А вы сохраните. Время идет, люди уходят, а их воспоминания вот здесь останутся. После окончания церемонии вручения книг собравшись и сделали совместное фото. А мы последние свидетели Великой Отечественной войны. Уйдет наше поколение и уже дети не будут слышать вот наши воспоминания, живые воспоминания, живые голоса. Они будут о войне только читать в книгах, смотреть телевизор, кино, фотографии. Поэтому обращаемся ко всем молодым. Берегите своих дедушек, бабушек, старшее поколение. Никита Белямов, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Воспитатели и психологи, логопеды и методисты. На протяжении всего дошкольного детства они – настоящая семья для своих юных подопечных. В доме учителя собрались Саровские воспитатели. Они участвовали в городском фестивале для педагогов в дошкольном образовании «Живая классика». Он проводится уже во второй раз. Прошлой весной в честь года педагога и наставника на фестивале говорили о педагогическом наследии Константина Ушинского, одного из основоположников научной педагогики в России. И в прошлом году нас что удивило, порадовало, то, что педагоги взяли очень разные темы. Ушинский ведь он очень многоплановый педагог. Там и народность, и ценность русского языка, и много-много-много-много всего. И патриотизм, естественно. Педагогам так понравился фестиваль, что в этом году его решили повторить. Число участников увеличилось с 16 до 26. Тема этого года – классики педагоги о семейном воспитании. Детские воспитатели декламировали со сцены произведения педагогов-классиков. Чаще других звучали мысли Антона Макаренко и Василия Зухомлинского. Специальный жюри оценивало каждого участника, его артистизм и подачу материала. В выступлении можно сопровождать презентации, можно использовать костюмы, можно использовать помощь коллег. Вот так заложено в нашем положении. В работе воспитателя нет пустяков. Он всегда должен быть примером для своих подопечных. Воспитывать, помогать расти, давать перспективы в жизни. Фестиваль направлен на увеличение интереса к педагогической литературе. Ольга Дронова выступала на «Живой классике» впервые. Поучаствовать предложили методисты детского сада, в котором она работает. Они же помогли с подготовкой презентации, которая иллюстрирует декламируемый отрывок. Ольга готовилась к выступлению две недели. Смотри, нитя! Журавли летят! Целая стая! Я считаю, что воспитание в первую очередь закладывается в семье. И действительно, если в семье благоприятная обстановка, то и ребенок легче поддается воспитанию. А если семья неблагополучная или родители часто ругаются, то ребенок часто отвлекается на занятиях, на уроках. У него какие-то мысли о своих проблемах. Фестиваль получился ярким, зрелищным и полезным. В будущем планируются новые мероприятия. Организаторы надеются, что это станет доброй ежегодной традицией. Настоящую мини-постановку по стихотворению Лермонтова «Незабудка» показала зрителям семья Ковалевых. Произведение выбрали не случайно. По словам мамы Натальи, хотелось представить историю о любви, в которой были бы задействованы почти все члены семьи. Мне было сложно учить, потому что произведение очень красивое, легко учится, но оно полностью семейное, можно подготовиться. Мне понравилось, что именно мы выступали. И платья, и костюмы подбирали, и готовили нашу ширму, чтобы там и речку, и болото. И мы очень рады, что все получилось. Семейный чемпионат по чтению Лермонтов «Слух» проходил в Молодежном библиотечно-информационном центре. Участвовали 12 семей. Им нужно было выбрать любое стихотворение поэта и команды, прочесть его перед жюри и зрителями. Выступление можно было сопровождать аудио- и видеоматериалами, хореографическими, театрализованными и вокальными элементами. Прочитать Лермонтова наиболее эффектно, артистично, в общем, чтобы мы им поставили наивысшие оценки. Хотя это было все-таки необязательно, потому что одна семья, которая победила, не было у них ни специальных костюмов, ни музыкального сопровождения, ничего не было. Было только выразительное чтение, но какое. То есть жюри у нас очень компетентное, вдумчивое. Мы смотрели именно на то, как люди проживают эти стихи, как они могут передать Лермонтова. Жюри оценивало участников в трех номинациях. Лучшее прочтение вслух, самое артистичное исполнение и приз зрительских симпатий. Победителями стали семьи Заматаевых, Ковалевых и Леонтьевых. Все участники получили дипломы призеров. Каждый в этот вечер зарядился творческой и местами трогательной атмосферой, проникся строками Михаила Юрьевича Лермонтова. В этом году страна отмечает 210 лет со дня его рождения. В какие-то моменты я чувствовала, что вот сейчас я расплачусь, потому что к Лермонтову я совершенно не безразлична. Он первый поэт, которого я полюбила. Это было еще в школе. И с тех пор я его тоже очень люблю. И когда я слышу его стихи, у меня наворачиваются слезы. И когда я сижу в зале, я понимаю, что я сейчас буду рыдать. Приходится сдерживаться, быть ответственным человеком. Все-таки я в жюри, я должна оценивать, а не рыдать. Но ничего, получилось. К Ларита вечеру добавила выступление коллектива народного танца «Легенды Кавказа» под руководством Галины Сайгушевой. Зрители смогли первыми увидеть новый номер артистов. Татьяна Меньшикова начала трудовой путь в Сарове учителем немецкого языка в 20-й школе. В закрытый город она переехала, выйдя замуж. Позже Татьяна Прокопьевна перешла на должность педагога-психолога. По ее словам, определяющим моментом в выборе профессии педагога стала любовь к людям и детям. В руках педагога душа ребенка. И на протяжении многих лет Татьяна Меньшикова старалась посеять в детских душах добрые семена. Я 20 лет проработала в школе номер 20. Считаю, что самая лучшая школа. Ну, одна из лучших, будем так говорить. Я продолжила свою деятельность затем в детских оздоровительных лагерях. Но все мои знания, умения и навыки психолога, педагога, они, конечно же, пригодились и там. Праздничный концерт для ветеранов педагогического труда прошел во Дворце детского творчества. Открыли программу первоклассники и выпускники школы номер 17, которые исполнили трогательный вальс. Творческие номера подготовили солисты и ансамбли образцов в коллективе «Звездопад», вокальные студии «Волшебный микрофон», хореографического объединения «Ритм», объединений «Арт-микс» и театральный интенсив. Со сцены прозвучали благодарности тем людям, кто много лет отдал дело воспитания молодого поколения. Учитель – это не профессия, а, наверное, образ жизни. Со многими из вас мы продолжаем активно сотрудничать, встречаться, общаться. И ваш опыт, ваша мудрость помогает нам воспитывать нынешнее молодое подрастающее поколение. Поэтому от имени департамента образования я вас сердечно поздравляю с этим праздником. Самое главное для учителя, чтобы он, конечно, любил детей, любил свою профессию. И мне кажется, до конца жизни все и работающие, и уже учителя на пенсии остаются навсегда учителями. Кроме ребят, на сцене перед гостями выступили и коллеги – педагоги творческих дисциплин. Ветеранов педагогического труда не забывают, приглашают на городские мероприятия. Им устраивают концерты и вечера. Каждое мероприятие – хороший повод встретиться и пообщаться, насладиться творчеством, вспомнить хорошие моменты и поделиться мудростью с молодыми учителями. Хочется отдельно поздравить тех педагогов, которые не могут по состоянию здоровья посещать наши мероприятия. Но они наверняка смотрят все передачи канала «16» наших саровских телестудий. Поэтому здоровья им в первую очередь. Будьте все здоровы, счастливы и не падайте духом. И для вас, для всех, мои дорогие, я вот такое стихотворение прочитаю. Вновь в декаду мы с тобой соберемся, попоем, что-то вкусное заготовим, хоров здесь чайку попьем. На миру для нас все краше. Дома что одной сидеть. Мы привыкли к коллективу. Веселее так нам жить. На концерте также присутствовали родители, ученики и педагоги школ. Как делать интересный информационный и цепляющий глаз контент? Как качественно снимать видео и правильно использовать нейросеть в своей работе? Об этом школьники города узнали на очередном медиафоруме, который прошел в гимназии номер два. В этом году организаторы решили разделить участников и провести форум два раза. Первыми слушателями стали ученики старой части города. Ребятам рассказывают, как можно различные новшества, различные тренды включать в деятельность по реализации своего контента. Учат АЗАМ, дают установки, как сделать так, чтобы продукт выстреливал, чтобы он был ярким и притягивал внимание окружающих. Сегодня площадки организуют специалисты своего дела, специалисты медиа. Спикерами форума выступили представители пресс-службы администрации, сотрудники рекламных агентств и городских СМИ. На площадке «Видеосфера» участники узнали о процессе видеосъемки. Какие базовые вещи нужно сделать перед тем, как начать снимать ролик, чтобы он получился качественным. Площадка «Дизайн вселенной» открыла ребятам мир дизайна, его особенности и тонкости. Юные медийщики увидели примеры успешных дизайн-проектов. Еще одна площадка медиа-искусства позволила участникам погрузиться в тему нейросетей и узнать, как с их помощью создавать и оформлять контент. Ребята самостоятельно пробовали генерировать картинки. Мы признательны всем специалистам медиасферы, пресс-службе администрации города Саров, агентств, которые согласились стать ведущими для детей, которые делятся своим опытом, рассказывают базовые основы медиаработы. И плюс ко всему у ребят появляется настоящий ориентир для того, чтобы расти в своих интересах, в своих возможностях и становиться профессионалом своего дела, если их интерес, конечно, лежит в области медиа. На форуме многие ребята представляли медиа-центры своих школ. И все новые знания и навыки они потом будут использовать в работе. Некоторые участники были на медиа-форуме не только в качестве слушателей, но и как журналисты. Сегодня я делала репортаж для нашей школьной странички ВКонтакте и побывала на всех площадках. И, конечно, по моему роду деятельности меня больше всего заинтересовала площадка, где рассказывали про видео. Ну, вообще ничего нового я там не узнала, но свои знания подтвердила. Очень интересная была площадка про рекламу, потому что сейчас среди медиа-центров эта тема не распространена. И анонсы делают очень маленькое количество детей. И хотелось бы, чтобы этого было побольше. Медиа-форум в Сарове прошел во второй раз. В ноябре состоится встреча со спикерами для школьников нового района. Не за горами осенние каникулы. По традиции городские учреждения готовят для школьников насыщенную развлекательно-познавательную программу. Чтобы досуг прошел интересно и с пользой. Программа каникулы в художественной галерее пройдет с 26 октября по 2 ноября. Мероприятия запланированы для ребят разного возраста. В 10 часов и в 12 часов у нас обязательно познавательные программы. Это 10-часовой диапазон. И в 12 часов идут творческие мастерские, интерактивная программа. Познавательные занятия – это фрагменты, кусочки. Это одно из занятий из наших больших программ. Можно прийти, позаниматься, погрузиться в какую-то тему. Например, у нас тема «История Кремлей в России». Также будут программы, посвященные путешествиям по миру. Например, ребята смогут познакомиться с культурой и традициями Индии. И сделать творческую работу на тему индийских слонов. Также можно будет посетить творческие мастерские. Там участники познакомятся с разнообразными техниками. Меня оставили без внимания самых старших, старшеклассников. Для них 15.00 каждый будний день идет творческая мастерская. Большинство из них по пушкинской карте идут. Можно присоединиться. И большая теперь уже разрушаяся программа, которая называется «Поверхности», где мы пробуем с ребятами рисовать на разных поверхностях. В эти каникулы все еще гипс. В дни осенних каникул не забыли и про кинопрограмму. Анимационные, художественные фильмы, показы в рамках фестиваля «Ноль плюс» и «Дни научного кино». Выбрать ленту по своему вкусу сможет как юный, так и зритель постарше. Завершится каникулярная программа в субботу 2 ноября всероссийской акцией «Ночь искусств». Напоминаем, что обязательно нужно записаться, потому что сейчас уже наша программа хорошо, плотно наполнена. Мы уже выискиваем места, поэтому не откладывайте до последнего дня групповые посещения только по предварительной записи. Индивидуальные, да, проще записаться, потому что это время может быть занято другим возрастом, например, или другим мероприятием. Поэтому лучше записываться на творческие мастерские абсолютно точно. Также сотрудники галереи проведут экскурсии и квесты по действующим выставкам. Подробную программу «Каникул» в художественной галерее смотрите в группе учреждения ВКонтакте.